Павел Новотн, он сейчас будет нам отвечать на вопросы, это связь прямая с городом Прага и синхронный перевод. В тот момент, когда вы выступали, Павел слушал, ему переводили, ему страшно весело. Павел, давайте так, давайте сейчас попытаемся серьезно. Да, вы, я понимаю, такая личность неоднозначная может быть, но тем не менее, по результатам вашей деятельности, и теперь будет обсуждаться возможность установки памятника Власову. Это у вас такая русофобия, простите, как к этому относиться, и не страшно ли вам брать на себя ответственность, выступать с инициативой установки памятника человеку, чья деятельность была осуждена во время Нюрнбернского трибунала? Я не понимаю, почему вы кривляетесь. Отвечайте. Улыбаюсь, потому что вы лжете. Мы не ставим никакой памятник Власову, это бессмыслица. Мы ставим памятник солдатам русской освободительной армии, которые погибли при освобождении Праги. Я не понимаю, не пьяный, не опоренный ли человек, который сейчас об этом говорит. Власовцы ушли из Праги не 7, а 8 мая. Они пришли через день после... Советская армия пришла через день после капитуляции. А вы искажаете в России историю, а мы смеемся над этим, но мы ничего не имеем против России. Мы ничего не имеем против России, но нас не касается ваше мнение. Вы лжете, и нам неинтересно, что вы говорите. Павел, скажите, пожалуйста, вы, конечно, абсолютную чушь несете, на наш взгляд, но, тем не менее, мы вынуждены с вами говорить, потому что вы собираетесь установить памятник людям, которые признаны преступниками Нюрнбергским трибуналом. Как вы вообще пришли к этой идее? Это неправда. Ваших европейских коллег, они недалеко от вас, они заживо сжигали людей, они убивали евреев, русских, поляков, немцев, кого угодно, украинцев, а вы собираетесь поставить памятник убийцам. Вы знаете, что они совершали преступление? Зачем вы кривляетесь? Вы циркач из сумасшедшего дома сбежали, или вы все-таки политик? Я надеюсь, что сейчас смотрят чехи, которые будут голосовать на этих общественных слушаниях и сделают правильный выбор. Да, пожалуйста, вы скажите этому пьяному человеку или окуренному, что ничего о власовцах не говорили на Нюрнбергском трибунале и никогда больше не говорите о том, как расстреливали поляков. Вы расстреливали поляков в Катыни, вы договаривались с Риббендропом, вы убивали поляков в Катыни, а в Нюрнберге про Роа не говорили ничего. Это ложь. Это повторяет российское государственное телевидение. Это бессмыслится. Это смешно. Это примерно как бандера на Украине. Не каждую сошку поименно и пофамильно осудили в Нюрнбергском трибунале. Но деятельность власовцев, разумеется, осуждена Нюрнбергским трибуналом и имеет прямое отношение к преступлениям, у которых нет срока давности. Господин, мы будем вынуждены сейчас с вами каким-то образом расставаться, если вы не перестанете вот эти вот глупости совершать в прямом эфире. Просто еще раз, вы понимаете, что вы выступаете против воли народа, против страны, в которой вы живете. Ведь большинство жителей Чехии нормальные люди. Вы маргинал, который берет на себя ответственность и планирует остановить этот монумент. О чем вы? С мыслью установить монумент. То есть это серьезно. Вы сделали вывод на всех чехах? Ну, это действительно. Иногда это глупец и подлец. Вы знаете, что это серьезная вещь. Спасибо огромное. До свидания. Прощайте. Когда смотришь на его фотографию вот там, кажется, что это глупец и подлец. Но иногда это провокатор чистой воды. Вот в данной ситуации это провокатор чистой воды, который прикрывается вот так.